Всем привет! Меня зовут Лев Коновалов и это телепрограмма Наша Лига. Программа рассказывающая о любительском, детско-юношеском и массовом футболе нашего региона. И вот о чем мы готовы поведать вам в этом выпуске. Холод большому футболу не помеха. Обзорные более ярких баталий зимнего первенства Краснодара. Юбилей клуба Кубаночка. Все о прошлом, настоящем и будущем главной женской команды региона. Учимся играть красиво. Футбольные фристайлеры готовы поделиться секретами новых трюков. Несмотря на межсезонье, жизнь в кубанском любительском футболе вовсю бьет ключом. В преддверии стартующего весной чемпионата Краснодарского края, большинство его участников сейчас оттачивают мастерство, сражаясь в рамках зимнего первенства города Краснодара. О нем мы поговорим прямо сейчас. Симнее первенство Краснодара. Турнир с крайне богатыми и давними традициями. Будучи впервые проведенным еще 54 года назад, это соревнование за полвека успело занять одно из важнейших мест в календаре кубанского любительского футбола. Для игроков это отличный способ поддержать необходимые кондиции в межсезонье, для тренеров опробовать в деле новые схемы и игровые сочетания. С учетом зимних температур немного изменен и регламент. Таймы длятся здесь не по 45 минут, а по 30. Так что риск подходить простуду минимален. Конечно же турнир очень важен для развития футбола городского, потому что появляется очень много самобытных команд, появляется очень много профессиональных футболистов, которым нужно поддержать форму на любительском уровне. Это очень хорошо и для любителей футбола, и для всего городского футбола. Баталии зимнего чемпионата проводятся сразу в нескольких дивизионах. Самый элитный высшая лига насчитывает 12 команд, которые сперва разбиты на две подгруппы. Поживое наиболее яркое противостояние пятого подсчета тура состоялось в группе А, в котором скресили копия команды Аграхим и Олимп. Оба коллектива представляли кубанскую столицу, однако бескомпромиссного дерби в этой встрече не получилось. Дружина оранжевых, ведомая Кириллом Железняком, довольно быстро заводила инициативой и закономерно склонила чашу весов в свою пользу. Счет был открыт в концовке первого тайма, когда после, казалось бы, неудачно разыгранного углового, футболисты Аграхима продолжили атаку вторым темпом. И в результате, после повторной подачи на дальнюю штангу, Андрей Арефьев красивым ударом головой в падении переправил мяч точно в цель. Ну а после перерыва дело было доведено уже до разгрома. Причем на сей раз на поле солировал Олег Шрейдер. Сперва полузащитник по лучшим дальним ударам снял паутину с левой девятки, ну а под заново встречи на редкость хладнокровно использовал выход один на один, тем самым оформив дубль. Начало чуть не удалось, почему-то в обороне ошибки допускали в этой игре. Ну потом забили, стало поспокойнее. Когда второй забили, уже успокоились и спокойно доводили матч до победы. Другой, не менее интересный поединок Турас стоялся в группе «Б». Здесь сошлись команда «Русь» из Тимошевского района и флагман кубанского любительского футбола «Краснарский ГНС Спартак». Эту встречу смело можно было окрестить битвой опыта против молодости. Ведь коллектив, представляющий скромную станицу Днепровскую, имеет в своем составе немало известных мастеров, поигравших на высоком профессиональном уровне. Взять хотя бы Андрея Кабенко или Эдуарда Филиппова. «Красно-белые» же по-прежнему держат взятый курс на омоложение. А потому в распоряжении их наставника Андрея Немыкина сейчас находятся преимущественно юные таланты, совсем недавно ставшие выпускниками спортивных школ. Возможно, именно этот самый недостаток опыта и привел к первому голу. На 31-й минуте точный выстрел Михаила Тюкалкина обеспечил команде «Русь» преимущество в счете. Однако удержать его не удалось. Забить с игры красно-белые не сумели, зато шанс отличиться с пенальти не упустили. Подошедший к точке Антон Винников пробил выше всяких похвал. Как итог, боевая ничья 1-1. «Задачи самые высокие – стать чемпионами зимнего первенства, как и в прошлом году, подтвердить свое звание. В целом доволен, кроме одной игры. С выселками можно было больше брать очков. А так, в принципе, все хорошо, все нормально». Определиться ли чемпион досрочно или же все решится в самом последнем туре – предсказать трудно. Так что наберемся терпения. Вся борьба еще впереди. Каждый уважающий себя игрок стремится действовать на поле не только эффективно, но и эффектно. Добиться этого, разумеется, непросто. Однако мастерство, как известно, нарабатывается шаг за шагом. В том числе и не без помощи нашей традиционной рубрики под названием «Уроки футбола». Всем привет! Мы тренера Краснодарской школы футбольной техники и футбольного фристайла. И сегодня мы вас научим классным трюкам, финтам и новым элементам, которые вам помогут повысить свой уровень футбольного мастерства. Финт, который мы покажем вам сейчас, называется КР-7. КР-7, потому что очень часто использует его такой легендарный футболист, как Криштиану Роналду. Данный финт используется как обыгрыш. Также после этого финта на фланге можно сделать подачу штрафную. Для того, чтобы лучше усвоить этот финт, мы разобьем его на несколько движений. Первое движение выглядит так. Значит, суть этого движения в том, что мы прокатываем подошвой. В это время выполняем переступ. То есть, раз, два. Все выполняется в одно действие. Второй элемент выглядит так. Значит, здесь нам после первого движения нужно зафиксировать мяч внешней стороной стопы. Мяч нужно фиксировать четко, чтобы он никуда не улетел. Когда два элемента освоены, мы переходим к самому главному, к третьему элементу. Значит, элемент заключается в том, что мы опускаем ногу, делаем переступ и уход в сторону у нас идет от соперника. Когда все элементы усвоены, давайте посмотрим, как можно использовать этот финт в реальной игровой ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на сегодня это все уроки футбола, которые мы хотели вас научить. Тренируйтесь, отрабатывайте, применяйте в игре. Увидимся в новых выпусках. Ну а сейчас самое время уделить внимание нашим прекрасным дамам. Ведь команде Кубаночка совсем недавно исполнилось 10 лет. О прошлом, настоящем и будущем женской дружины желто-зеленых наш обстоятельный рассказ. Готовиться к сезону в усеченном составе для Кубаночки уже на протяжении нескольких лет дело привычное. В сборную в середине января отправились три игрока желто-зеленых. Ксения Веселуха, Наталья Соколова и Елена Морозова. В числе вызванных обычно и сторожил клуба Елена Кострева. На этот раз она осталась в Краснодаре, но расстроенной совсем не выглядит. Прошлый сезон полузащитник считает лучшим в своей карьере и в 2017 планку снижать не собирается. Я хочу доказать всем, кто говорит, что вроде здесь ничего тебе не добиться. Я хочу добиться и поднять кубок. Кубок страны, чемпионат. Я хочу, чтобы мы выиграли. И пока мы не выиграем все тройки, пока мы не выйдем в Лигу чемпионов, я отсюда не уйду. С таким настроем у футболистов Кубаночки победы обязательно будут. Да и условия, в которых тренируются и играют спортсменки, без преувеличения можно назвать лучшими в России. Команда уже третье межсезонье занимается в Академии Краснодара, а матчи проводит на стадионе Труд. Единственное в Лиге-арене с натуральным газоном. Но так было далеко не всегда. В 2001 году клуб расформировали. И в течение шести лет женского футбола на Кубани не было совсем. Но десять лет назад на закате карьеры в Краснодар вернулись кубанские воспитанницы Татьяна Зайцева и Наталья Дыгай. История возрожденной Кубаночки началась в 2007. С экипировкой и инвентарем в то время были проблемы. Приходилось самим подшивать форму и ходить в спортивные магазины с просьбой предоставить мячи. Итоговое пятое место заслужили во многом благодаря Татьяне Зайцевой, в то время играющему тренеру клуба. Когда я играла в Германии, мне было очень интересно, как у них такое количество девочек занимается футболом, какова структура соревнований. Я записывала все это. Постепенно ей удалось перенести немецкую систему подготовки на Кубань. Сейчас клуб имеет молодежную команду. В регионе регулярно проводятся детские и юношеские турниры с самого разного уровня. Любая девочка в любом районе края может записаться в секцию наравне с мальчиками. А женские команды принимать участие в турнирах вместе с мужскими. Налаживаются дела и у основного состава кубаночки. Главное достижение желтозеленых в межсезонье – приобретение игрока сборной Елены Морозовой. Девушка, действующий чемпион страны в составе россиянки, выходила на поле еще с Татьяной Зайцевой. Тренер возлагает на нее большие надежды. Это игрок, который мы надеемся на то, что она придаст ей уверенность и где-то спокойствие. И вот отстудит вот этот наш юношеский пыл. Потому что у нас всего один игрок такого опыта – это Лена Порожнюк, наш капитан. Нам не хватает вот хладнокровия. Хладнокровие клубу особенно пригодится в Кубке России. На протяжении трех последних лет кубаночка выходит в финал этого турнира и никак не может в нем победить. Так что поднять над головой заветный трофей в юбилей на 2017-м для краснодарской команды уже дело принципа. На сегодня это все, что наша программа хотела вам поведать. Но мы продолжаем держать руку на пульсе. Все самое интересное из мира краевого футбола расскажем ровно через неделю. Смотрите нашу лигу. Пока.